Первое июня «Динамо» вообще перестает в наши слова. То есть, что хотите? Родители не просто возмущены, они буквально в отчаянии. Руководство Ледового дворца предложило им непростой выбор. Либо секцию детского хоккея закрыть, либо платить в два раза больше. «Динамо» говорит, что мы больше не можем 4 года эту лямку кинуть. У нас просто уже штаны спадают. Уже 4 года молодые хоккеисты тренируются в здании Карандин-арены на платной основе. Все это время цену за лед не меняли, но в начале января, по словам родителей, администрация спортивного комплекса призналась, что им невыгодно содержать детские хоккейные команды. Родители обратились за помощью в Краевое министерство спорта, там им ответили. Переводите детей в спортивную школу «Алтай» или школу имени Черепанова. Всегда бизнес будет открывать и иногда будет закрывать спортивные секции. Но хорошо, что у нас есть государство, есть бесплатные государственные спортивные секции. А взаимоотношения в какой-то конкретной частной школе, ну они всегда были, есть и будут. Но всегда есть возможность прийти в настоящую школу, в государственную школу. Они нам говорят, идите в школу Черепанова. Ну простите, мы уже год там числимся в этой школе Черепанова. Кроме открытого льда трех месяцев в году нам ничего не предложили. Родители в смятении. Такой вариант им не подходит. Если всех детей перевезти на открытые площадки, что действует короткий сезон, то как добиваться высоких результатов? А если уйти в Алтай, то на одного тренера приходится в два раза больше ребятишек. Именно сейчас в этом возрасте наши дети начали понимать, что такое команда. И они сплотились, они начали друг к другу относиться уже по-другому. И к тренерам. Для них это учителя, для них это какие-то приоритеты. Сейчас нас поделят однозначно на разные команды, составы и так далее. У каждого свои амбиции, каждый думает, что его ребенок лучше. Но придя в Алтай, где 60 человек, я думаю, это хуже, чем где их сейчас 25-30. Их видно, и он из них что-то лепит. После того, как мама и папа юных спортсменов обратились в нашу редакцию, руководство Карандин-Арены решило пойти на уступки. Неожиданно для многих они организовали собрание с родителями. Последние позвали на встречу нас. Но дирекция частного клуба открыто общаться не пожелала. Ребята, аппаратуру складываем, здание покидаем полностью. Снимать здесь не надо. Слышите, нет? Да, слышу. Все? Заходим. Уже после закрытого собрания руководитель Карандин-Арены Михаил Дроздов прокомментировал ситуацию по телефону. Он не стал скрывать о том, что клуб испытывает финансовые трудности, но цену за лед пока никто не повышает. Нам не хватает денег элементарно. Возраст увеличивается, нам не хватает денег. Мы каждый месяц школу для нас адектируем больше, чем на миллион рублей на собственном кармане. Товарищ Франк Алексеевич лично пообещал, что будет помогать благому делу. По словам Михаила Дроздова, инициатива о повышении аренды, оказывается, исходила от самих родителей. Но че в недоумении, правда, рады тому, что конфликт оказался исчерпанным и лед в итоге не подорожает. Правда, на какой период времени все остается неизменным, не ясно. Как показывает практика, собственники частных клубов могут изменить свое решение в любой момент. Никита Ермаков, Дарья Эдемиллер, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.